Всем привет! Сегодня будет очередная проверка экспериментов из ТикТока. Мы будем брать эксперименты из ТикТока, повторять их и объяснять, что же происходит в данном конкретном эксперименте. А в некоторых случаях даже дорабатывать и делать их более зрелищными. Так что предлагаю без лишних слов перейти к первому эксперименту. Итак, для первого эксперимента там понадобится емкость с водой, на первом месте воды плавает свечка, мы накрываем эту свечку стаканом, и у нас просто стакан уходит под воду вместе с воздухом. Но на самом деле эксперимент можно очень интересно доработать. Дело в том, что когда свечка прогорит, у нас прогорит весь кислород в стакане, давление в стакане понизится, и жидкость начнет подниматься в стакан. И это будет намного интереснее выглядеть, чем просто стакан опущенный в воду. Но этот эксперимент тоже можно доработать. Тот, который я вам рассказал, можно еще доработать и сделать более интересную, малоизвестную версию этого эксперимента. При помощи двух стаканов, которые будут притягиваться друг к другу. Так что давайте перейдем к этому эксперименту и более сложной версии. Поехали! Нам понадобится тарелка с водой и коробок спичек. Открываем коробок, высыпаем все спички, берем одну спичку и протыкаем коробок посередине. У нас получается вот такой маленький кораблик, ставим его в тарелку. Он у нас плавает. Теперь необходимо поджечь эту спичку и потом накрыть стаканом. Поджигаем спичку. Она разгорается. И накрываем аккуратно стаканом. Кислород в стакане прогорает. Спичка потухнет. И у нас поднимается вода. Не вся вода поднялась, но тем не менее вы видите, что уровень воды в стакане поднялся. То есть если бы стакан обладал большим объемом, уровень воды поднялся бы еще выше. Давайте попробуем повторить тоже, но со стаканом большего объема. Берем стакан побольше и накрываем. Как вы видите, в этот раз жидкость поднялась намного выше и в тарелке осталось совсем немножко жидкости. И то, та жидкость, которая осталась, она отделена вот такой вот выемкой. То есть фактически из-за того, что тарелка неровная, в эту жидкость в стакан уже не так легко попасть. Поднимаем. И жидкость обратно выливается. В данном эксперименте все довольно просто. Кислород, который содержался в стакане, у нас выгорает, давление в стакане понижается, и жидкость начинает поднимать в стакан. Но мы можем усовершенствовать этот эксперимент и сделать его намного более интересным. Итак, для этого нам понадобится 2 стакана, 2 салфетки. Одну салфетку необходимо смочить в воде. Раскрываем ее, так, чтобы она смогла закрыть стакан. Смачиваем в воде. Теперь салфеткой накрываем стакан. Проделываем небольшое отверстие салфетки посередине. Теперь вторую салфетку поджигаем. И бросаем в пустой стакан. Накрываем вторым стаканом. У нас стаканы притягиваются друг к другу. Я сейчас слышу, как проходит воздух, вот здесь он пузырится, вот здесь. Но, тем не менее, стаканы притянуты друг к другу за счет того же эффекта. У нас выгорел кислород в обоих стаканах, давление понизилось, стаканы начали притягиваться. И сейчас через небольшое отверстие, вот здесь, начинает поступать кислород, поступать воздух. И постепенно у нас стаканы будут разъединяться. То есть, в какой-то момент один стакан упадет. Но, тем не менее, вы видите, что получилось. Для чего нам нужна была влажная салфетка? Дело в том, что поверхность стаканов, кромка стаканов неровная. Для того, чтобы ее немножко выровнять, мы использовали влажную салфетку. Но, тем не менее, она немножко пропускает. И вот здесь видно пузырьки. Этот эксперимент намного интереснее, чем предыдущий. Но его нет в ТикТоке. Кстати, возможно, мне стоит его снять и вложить в ТикТок. Возможно, мне стоит снимать эксперимент в ТикТоке, не на Ютубе. Но я привык больше к Ютубу. Давайте пробуем еще раз. Я обильно смочил салфетку, возможно, будет меньше поступать кислород. Бросаем стакан. Она горит. Мы закрываем. Потухло? Вроде потухло. Все, сейчас кислород не поступает. Сейчас воздух не поступает. Вот сейчас оно очень хорошо склеилось. Как вы видите, все работает. И теперь выйдет огромное количество дыма. Очень крутой эксперимент. Можете попробовать повторить, но при присутствии взрослых. Потому что все-таки здесь огонь, это довольно опасно. Наверняка такую версию данного эксперимента вы еще не видели. А, возможно, видели у меня же на канале года 4 или 5 назад. Если да, то напишите об этом в комментариях. И есть еще более сложная версия эксперимента, если в видео он берет 1000 лайков, я покажу ее в следующем ролике. Поэтому ставьте 1000 лайков, и я покажу довольно необычный, интересный эксперимент в следующем видео. Для следующего эксперимента нам понадобится емкость с водой, на ней плавают скрепки. Мы капаем туда жидкость для мытья посуды, и скрепки тонут. Здесь, в принципе, все довольно просто, понятно. Поэтому давайте повторим. Скрепка сделана из металла, и само собой она тонет в воде, потому что плотность металла выше, чем плотность воды. Скрепка сразу же утонула. Возьмем еще несколько скрепок. Они сразу же тонут. Но, если попытаться положить скрепку аккуратно на поверхность воды, она будет плавать. То есть, сейчас она скрепка плавает. Но, если мы в воду добавим жидкость для мытья посуды, мы нарушим поверхность натяжения воды, и скрепка сразу же утонет. Давайте проверим. Капаем жидкость. Скрепка тонет. Теперь у нас скрепки уже на поверхности воды плавать не будет, потому что здесь мы нарушили поверхность натяжения. То есть, как бы я пытался аккуратно положить, скрепка плавать уже не будет. Она будет тонуть. Вы, возможно, видели другой вариант этого эксперимента. Теперь берем жидкость для мытья посуды, капаем в центр, и перец разбегается. Мы нарушаем поверхность натяжения в центре тарелки, и просто-напросто перец начинает стягиваться с краем. То есть, грубо говоря, у нас есть пузырь, мы его лопаем посередине, он начинает стягиваться с краем. И, конечно же, в этом супе из моющего средства и перца скрепка плавать уже не будет. Кстати, при помощи данного эксперимента сейчас детям демонстрируют, почему важно мыть руки. Насыпают на поверхность воды перец, говорят, что это микробы. Потом ребенок опускает палец с мылом на поверхность воды, и все микробы разбегаются. Очень хорошая демонстрация для детей, почему важно мыть руки. Так что берите на заметку. И последний, на мой взгляд, самый зрелищный сегодня эксперимент. Для него нам понадобится пустой стаканчик. Вырезаем отверстие. Потом к этому стаканчику присоединяем шарик. Потом этот стаканчик наполняем дымом. И теперь мы можем пускать кольца дыма. Это, в принципе, 100% работает, как и все предыдущие эксперименты. Здесь все 100% работает. Но, тем не менее, давайте повторим. Кстати, отверстие круглое сделать не обязательно. Можно сделать и квадратное отверстие. Это вообще ни на что не влияет. Поэтому перейдем к эксперименту. Поехали! Для данного эксперимента нам понадобится пустой стаканчик, воздушный шарик, скальпель, либо ножницы и также ароматические палочки. Потому что дым мы будем получать при помощи них, а не при помощи свечки. Итак, для начала нам необходимо вырезать отверстие в основании стаканчика. Отверстие готово. Оно не обязательно должно быть круглым. Обрезаем воздушный шарик. Натягиваем шарик на стаканчик. Теперь понадобится ароматическая палочка. Поджигаем палочку. Она начинает гореть. Теперь ее необходимо задуть, и она потом будет дымить. Все, теперь она клеит и дымит. Причем довольно сильно. Намного больше, чем свечка. Теперь помещаем палочку вовнутрь, для того, чтобы у нас стаканчик наполнился дымом. Я думаю, стаканчик уже достаточно наполнился дымом, и давайте проверим. Действительно выходит кольцо дыма. Как видите, круглые отверстия не обязательно делать. Очень красиво. Давайте попробуем поменять освещение, для того, чтобы лучше было видно. Мне последний эксперимент понравился больше всего. Он самый зрелищный. И предлагаю вам в комментариях написать, какой эксперимент вам понравился больше всего, из тех, что были в этом ролике. Также хочу поговорить немного о том, что дальше будет выходить на канале. В любом случае останутся головоломки. Также будут выходить эксперименты. И я буду делать не только эксперименты из ТикТока. Потому что я хочу немножко возобновить те рубрики, которые изначально были на канале. То есть я тоже буду свои эксперименты снимать. Такие, которых, возможно, не было на Ютубе. Возможно, они были. Я буду их преподносить в своем виде, усовершенствовать, как-то по-другому показывать и так далее. То есть эксперименты точно будут на канале. Теперь, во всяком случае, в ближайшее время я буду их выпускать. Я даже покажу вам сейчас небольшой спойлер того, что будет в одном из следующих роликов. И опять же предлагаю вам в комментариях угадать, о чем будет следующий ролик. Сейчас покажу. У меня есть вот такой софтбокс. Я купил в него ультрафиолетовую лампу. И сейчас с этим набором снимаю довольно интересный эксперимент. И даже дам небольшую подсказку. В этом эксперименте еще будет перекись водорода. Так что эксперименты снова возвращаются на мой канал. Я буду стараться выпускать по два видео в неделю. Одно видео это будут головоломки, скорее всего, на выходных. И одно видео это какой-нибудь эксперимент. Либо проверка экспериментов с ТикТока. Они будут выходить, скорее всего, в среду. Может быть будут смещаться, но приблизительно такие дни будут выходить. Также раньше у меня на канале была рубрика с самоделками. Возможно, она тоже появится. Возможно, это будут самоделки, головоломки какие-нибудь будут делать. Возможно, нет. Но я точно буду вознаглавлять те рубрики, которые раньше были у меня на канале. Возможно, те, кто подписан на меня уже пять лет, сейчас радуются тому, что выходят новые рубрики. Точнее, старые рубрики вознаглавляются. Те, кто подписывались ради головоломок, может не переживать, головоломки остаются. Кубики, головоломки деревянные, железные, все это остается. Это никуда не идет с канала, просто будут появляться новые рубрики. Возможно, сначала это будет непривычно, но это будет на канале. Так что, надеюсь, вам новые рубрики нравятся. Также хочу вам напомнить о том, что у меня есть свой аккаунт в ТикТоке, на нем уже 20 тысяч подписчиков. Ссылка на мой ТикТок есть в описании, там же есть ссылка на мой Инстаграм, на мой второй канал, на все мои соцсети. Рекомендую подписаться на ТикТок, потому что там выходит такой контент, который никогда не был на Ютубе. И, скорее всего, никогда не будет, поэтому подписывайтесь, там довольно интересно. И на этом все, спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok